МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! На главном канале области итоговый выпуск информационной программы если аппарат. Меня зовут Богдан Петров. И вот, что сегодня вы увидите. Громкие задержания. Антикоррупционная служба поймала на взятках сотрудников городского центра занятости и управления полиции. За что они получали вознаграждение? Будут привиты. 4,5 тысячи североказахстанцев получат вакцину против коронавируса. Кто попал в этот список? Не убрал штраф. Почти 300 тысяч тенге заплатят предприниматели, не вывезшие снег со своей территории. Кого накажут и каковы правила? Президент Касымжом Артокаев принял председателя Национального банка Ербулата Досаева. Докладчик представил отчет о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за первый квартал текущего года и оценке основных рисков для восстановления мировой экономики. Говорили и о платежном балансе страны за 2020-е, состоянии валовых международных резервов, а также о подходах к хеджированию портфеля золота. Ербулат Досаев доложил об исполнении поручений президента, касающихся реализации механизма досрочного использования пенсионных накоплений гражданами Казахстана и создания национальной платежной системы, а также озвучил предложение по реформированию жилищной политики. По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений. Касымжумар Токаев провел телефонный разговор с Акимами Акмолинской и Североказахстанской областей. Они доложили президенту о показателях социально-экономического развития, общей для регионов проблемы недопущений паводков, а также санитарно-эпидемиологической ситуации и ходе вакцинации. Ермек Маржикпаев отдельно остановился на вопросах обеспечения газом Аршалынского и Цельноградского районов. Рассказал он и о том, как исполняется поручение президента по улучшению инфраструктуры в селе Кошше, расположенном близ столицы. Аким Североказахстанской области Кумар Аксакалов также доложил о ходе подготовки к весеннеполевым работам, обеспечении жильем переселенцев участников программы Янбек. В завершении Касымжумар Токаев дал главам регионов поручения по всем обозначенным вопросам. Сегодня же под председательством госсекретаря Крымбека Кушербаева в режиме видеоконференц-связи состоялось заседание комиссии при президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции. Участники обсудили итоги исполнения плана мероприятий на 2018-2020 годы. Проведена большая работа в сферах госслужбы, общественного контроля, квази-государственного и частного секторов, судебной и правоохранительной систем, развития антикоррупционной культуры и международного сотрудничества. По поручениям главы государства 19 августа 2020 года ответственными госорганами доложено об исполнении 17 из 26 пунктов. Партия Нур-Отан намерена достичь более 80 тысяч показателей. Они включены во все 217 предвыборных программ районов, областей и городов. Сегодня Бауржан Байбек на своей странице в Facebook рассказал, как выполняются эти обещания. Созданы 14 республиканских общественных советов. В их задачи входит развитие потенциала регионов и выработка экспертных заключений по актуальным вопросам в конкретных отраслях экономики. По каждому направлению определены ответственные депутаты. Все они заинтересованы в открытом обсуждении социальных проблем, поддержке гражданских инициатив. Для этого, по словам Байбека, нур-Отановцы должны тесно взаимодействовать с населением, своевременно реагировать на возникающие в обществе острые вопросы и внимательно следить за своевременным и, главное, полным и качественным выполнением предвыборных обещаний. Принят комплексный план социально-экономического развития Северо-Казахстанской области, который нарастит темпы роста экономики и обеспечит качество жизни населения до 2025 года. Проведена работа по отбору проектов с высоким потенциалом. Подробности прямо сейчас. Комплексный план состоит из четырех направлений и 87 мероприятий, предусматривающих реализацию инвестиционных проектов. В целях повышения качества и улучшения условий жизни населения будут реализованы проекты по развитию жилищной, инженерно-коммуникационной и цифровой инфраструктуры. Планируется строительство и ввод в эксплуатацию 2 миллиона 300 тысяч квадратных метров жилья. С 2021 года начнется в центральной части освоение микрорайона Капай. Это украсит центральную часть города. И вот наравне с вот этими темпами строительства, конечно, не отнимается и развитие дорог, и развитие инженерных коммуникаций, и других объектов. Строительство ведется много профильной больницы, о которой мы многие годы мечтали, с турецкой компанией, инвестором выступила, которая. Вот эти все подвижки, плюс вот утвержденный план социально-экономического развития города, это дает нам перспективу, это дает нам уверенность. Планируется построить 52 молочно-товарные фермы, три откормочные площадки, две птицефабрики, комбикормовый завод, тепличный комплекс. В рамках комплексного плана Петропавловский завод по изготовлению сливочного масла планирует увеличить экспорт на 12 миллиардов в Тенге и обеспечить регион стабильными ценами на молочную и масло-жировую продукцию. Когда мы запустим еще одну, третью, последнюю линию с компанией Тетропак по увеличению производственной мощности еще на 250 тонн, на сегодня мы можем перерабатывать в день 510 тонн и будем перерабатывать еще дополнительно на 250. Создание молочно-товарных ферм позволит нам увеличить выпуск сливочного масла, которое мы сегодня выпускаем в районе 9 тонн, до практически 30 тонн в сутки. Предусматривается реализация 64 инвестиционных проектов, которые направлены на развитие агропромышленного комплекса, промышленности транспорта и логистики, туризма и спорта, а также предпринимательской активности региона. Мадина Нуркина, Урал, Амриенов, Служба новостей. Какая сейчас обстановка спаводковой ситуации и готовы ли спасатели к приходу большой воды в Североказахстанскую область? Сотрудники областного департамента по чрезвычайным ситуациям сегодня рассказали нашим журналистам о том, какая работа проводится для недопущения подтоплений, а еще проверили готовность спецтехники и личного состава. Тему продолжит Илья Кудряков. Хромзавод под гора Заречный. Именно эти микрорайоны города больше всего подвержены подтоплением. Кстати, в зоне риска на сегодня находится 240 домов частного жилого сектора. Что мы не допустить прихода большой воды в дома, коммунальные службы производят точечный вывоз снега. Предприятия, честные сооружения приводят в порядок ливневые канализации. Эту работу завершили пока на 90%. А сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям производят обвалование территории. Управлением по чрезвычайным городом Петропавловске совместно с управлением полицией, а также с волонтерскими организациями проводятся рейдовые мероприятия с доведением до населения основных правил и действий на случай подтопления. На случай эвакуации в районах поселка Заречный, хромзавод, в школах определены эвакуационные пункты. То есть на случай эвакуации они будут принимать размещаться в этих школах. Также заключены договоры о намерении на размещение животных, эвакуируемых с зомп отопления. Немаловажную роль в минимизации ущерба от паводка играет готовность спасателей к его приходу. Для оперативного реагирования создали группировку сил и средств, в состав которой вошли сотрудники правоохранительных органов Национальной гвардии Департамента ПЧС. Это больше 500 человек, 155 единиц техники. А в случае нехватки работников и техники, местные исполнители и органы заготовили резерв. На сегодняшний день у нас в Департаменте создано 7 основных группировок, в которые входят 160 человек личного состава и 32 единицы техники. Кроме того, приданы и силы сотрудников Национальной гвардии в количестве 60 человек и 3 единиц техники. Для проведения спасательных операций будут использованы высокопроходимые техники, насосы, которые предназначены для откачки воды. В целом, личный состав департамента и всех группировок готов к проведению спасательных операций. Кроме этого, спасатели заготовили 190 тонн горюче-смазочных материалов, 32,5 тысячи тонн эрнертного материала и около 28 тысяч штук межкатары. Подготовка к приходу большой воды продолжается. Илья Кудряков, Рейнбек Бегужаев, Служба новостей. Штраф в 100 месячных расчетных показателей грозит субъектом крупного предпринимательства Северо-Казахстанской области за нарушение правил благоустройства. Касается это очистки от снега и его вывоза с территории объектов. Подробнее Анастасия Дроняк. Работа на пересечении улиц Абая-Жамбыла-Жабаева кипит. 10 рабочих, 2 КамАЗа и 1 трактор. Снег здесь вывозят регулярно. Руководство двух расположенных рядом торговых домов думает прежде всего о своих клиентах. И, конечно же, не желает пополнить списки штрафников. Мы сразу всегда готовимся заранее, подготавливаем технику людей, осматриваем территорию, где что почистить, что убрать. И мы всегда сами все заблаговременно делаем, на кого не надеясь. Как только начинает весна, мы все силы бросаем на уборку территории, потому что знаем, что это пагубно влияет и людям хорошо ходить. Мы сразу только убрали какую-то часть асфальта, сразу оно подсыхает. А так, некомфортно людям ходят люди, жалуются и скользко, во-первых. Проводится ежедневная разъяснительная работа о том, что прилегающие к объектам бизнеса территории нужно очищать от снега, напомнили уже 180 предпринимателям. В соответствии со статьей 505 административного кодекса Республика Казахстан, данный вид наказания предусматривает штраф в размере 30 расчетных показателей, это на физических лиц, 40 расчетных показателей, это на субъекта среднего бизнеса и 100 МРП, это для субъектов крупного предпринимательства. По словам сотрудников отдела предпринимательства сельского хозяйства и ветеринарии, нередко встречаются и факты, когда предприниматели со своей территории перекидывают снег на соседнюю или просто проезжую часть. За это также предусмотрен штраф, говорят в городском Акимате. Анастасия Дряняк, Рейнбек Бюгжаев, Служба новостей. Глава государства Касымжомар Токаев поручил министру здравоохранения Алексею Цою усилить работу по вакцинации граждан. На сегодняшний день более 2000 человек в нашей области получили оба компонента вакцины против коронавируса. В первую очередь прививаются работники здравоохранения, правоохранительных органов, словом те, кто находится на передовой борьбы с болезнью. Вторым этапом прививку получат еще 4566 человек. Затем начнется массовая вакцинация населения. Один из тех, кто привился – Руслан Абетов, заместитель главного врача областной многопрофильной больницы. Он получил дозу «Спутник Ви» в феврале текущего года. По нашему многопрофильному центру вакцинировалось на данный момент 152 человека. То есть получили первый и второй компонент вакцины. Состояние удовлетворительно, все работоспособны, находятся на рабочих местах. Общее состояние не страдает и не страдало, жалоб никто не отмечал. Массовая вакцинация, которая проводится в настоящее время в нашей республике Казахстан, она очень необходима и важна. Почему? Потому что, во-первых, мы должны защитить сами себя, медработники, те, которые находятся, скажем так, на передовой. Мы постоянно, каждый день находимся в контакте с такими больными. Естественно, мы должны подумать о защите себя. Во-вторых, конечно, о защите своих близких, своей семьи, своих родных. Ситуация с коронавирусной инфекцией в Северном Казахстане стабилизировалась. За сутки выявлено всего пять случаев заражения. Однако это не означает, что угроза полностью исчезла. Так, в девяти регионах нашей республики продолжает бушевать COVID-19. Шесть из них вошли в красную зону и три – в желтую по уровню распространения опасного вируса. Представители сферы культуры призывают североказахстанцев соблюдать санитарные зоны и заботиться о своих близких. Уважаемые североказахстанцы, мы живем с вами в непростое время. Время, когда во всем мире бушует, можно сказать, болезнь COVID-19. Где-то отступает, где-то ее побеждает, но в основном болезнь прогрессирует. Убедительная просьба – соблюдать эти меры безопасности, санитарные меры. Мойте руки, одевайте маски, соблюдайте дистанцию. Ведь жизнь – это самое дорогое, что у нас есть. Берегите себя и своих близких. 2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Так, в Северном Казахстане зарегистрировано 4060 детей с особыми образовательными потребностями. 400 из них – аутисты. Им необходима всесторонняя помощь для благоприятной жизни в социуме. Какая поддержка реализуется особенным детям в нашем регионе, узнаете в следующем материале. Аутизм – расстройство психического характера, влияющее на развитие речи, поведения и социальную адаптацию ребенка. По словам специалистов, болезнь вызвана нарушением развития головного мозга. Природа заболевания полностью не раскрыта. Однако сегодня реализуется всесторонняя поддержка для благоприятной жизни особенных детей. Так, в Северном Казахстане работает 16 кабинетов коррекции, осуществляющих профессиональную помощь детям с аутизмом. В области функционирует пять кабинетов поддержки инклюзии, в том числе два, которые открыты на территории города Петропавловска при поддержке благотворительного фонда «Дара» и три при поддержке благотворительного фонда «Болошак». Буквально на днях на базе средней школы номер 27 у нас в городе Петропавловске еще открывается один кабинет поддержки инклюзии, которые также могут посещать дети с диагнозом аутизм. По дворце школьников Digital Orpac функционирует досуговый центр «Журек Жилуа». Здесь особенные дети могут в непринужденной обстановке улучшить свои коммуникативные навыки. Стоит сказать, что родители также вовлечены в образовательный процесс. Они в игровой форме вместе с детьми проводят арт-терапию, рисуют, делают аппликации и даже готовят. Занимаются как в группе, так и индивидуально. Сегодня здесь обучается 10 детей с аутизмом в возрасте от 5 до 8 лет. Он открылся у нас в конце декабря 2020 года. Плодотворно мы уже начали работать с января месяца. Раз в неделю он проходит занятие с психологом. Работа исключительно групповая. Дети работают. То есть мы придерживаемся методики. За основу взяли методику «Флёртайм». Это терапия, которая основана на игре. В процессе психолог и родитель выбирают время, когда ребенок вовлечен, активен, чтобы помогать ему развиваться. И в дальнейшем уже обогащать его знания и умения. В 2020 году на территории области реализован социальный проект «Разные равные». Его задача – дать особенным детям возможность посещать кружки, секции и предоставить равный доступ к получению образования каждому ребенку. Необходимо отметить, что во дворце школьников ежегодно проходит день открытых дверей для детей с аутизмом. Там они могут получить юридическую, педагогическую и медицинскую консультацию. Тимирлан Тлеубаев, Урал Амренов, Анатолий Белонок, Служба новостей. Следователи, криминалисты и прокуроры провели совместный семинар с преподавателями кафедры правовые дисциплины Козыбаев Юниверсити. Занятия прошли в рамках меморандума о взаимодействии университета и областного департамента полиции. И сотрудники, и руководители освежили теоретические знания, побеседовали с педагогами и обменялись мнениями. Немножечко сейчас о каждом позвонке расскажу, с чем вы можете столкнуться в ходе своей деятельности. Впервые углубленное занятие для действующих молодых следователей прошло в стенах лаборатории анатомии Североказахстанского университета. Открыло занятие директор высшей школы медицины, магистр биологии Светлана Михайлова. С помощью функционала интерактивного анатомического стола Пирогова полицейским и прокурорам рассказали о строении человеческого тела и структуре внутренних органов. Было отмечено, что данный комплекс является инновационным проектом – настоящим 3D-атласом. Полученные знания необходимы следователям и криминалистам при осмотре мест происшествий, связанных с обнаружением останков людей. Вторая часть семинара прошла на криминалистическом полигоне областного полицейского ведомства. Под руководством заместителя начальника департамента полиции Янбека Сембина участники укрепили знания по целям, видам и тактическим условиям проведения осмотров мест происшествий. Также подробно ознакомились с методикой обнаружения, фиксации и изъятием вещественных доказательств, назначением криминалистических экспертиз и исследований. Занятие проводил начальник оперативно-криминалистического управления, полковник полиции Игорь Семенов и другие опытные сотрудники подразделения. Проводим семинар совещания, это связано с тем, что генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел подписан совместный приказ и на сегодняшний день с 1 апреля 2021 года проводится пилотный проект по расследованию преступления против личности, то есть это убийство. Данный пилот первый проходит в городе Шимкенте и Павлодарской области, а с 1 июля 2021 года будут данные расследования преступления во всех областях страны. Руководителем данных СОК, следственных оперативных групп, будут сотрудники прокуратуры. Наряду с оперативниками, с сотрудниками следственных подразделений чаще других сталкиваются с криминалом, осматривают места происшествий и расследуют уголовные дела. Меморандум между Департаментом полиции и Козыбаев Юниверсити заключен в 2019 году. Под его эгидой действует клуб «Зангер». С будущими юристами тесно работают не только следователи и криминалисты, но и оперативники, а также другие ведущие службы полицейского ведомства. Тамерлан Трюбаев, присодистый пресс-службы Департамента полиции. 17-летний учащийся средней школы номер 14 города Петропавловска задержан полицейскими по статье 296 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка с целью избыта наркотических средств. Анализ оперативной обстановки по преступлениям среди несовершеннолетних за первый квартал этого года показывает, что на территории города Петропавловска наблюдается рост на 166,7%. Преступления совершены в каникулярный период или во внеурочное время, свободное от учебы, отмечают полицейские. Тему продолжит наш корреспондент. К сожалению, проявление жестокости в отношении и между подростками уже давно стало нормой поведения. Для некоторых вот только два факта. Учащиеся спортивной школы-интерната, действуя в группе, преднамеренно нанесли телесные повреждения 14-летнему жителю города Булаева. В результате чего подросток с многочисленными травмами и гематомами госпитализирован. Еще один факт, когда преступником оказался несовершеннолетний студент Петропавловского строительно-экономического колледжа. Действуя в группе лиц, он нанес телесные повреждения жителю Петропавловска, в результате чего последний госпитализирован в третью городскую больницу. Среди правонарушителей учащийся школ, колледжи, областного и районных центров. И подобные злодеяния, совершенных молодыми людьми, 16. Все они попали под статьи Уголовного кодекса Республики Казахстан. Анализ оперативной обстановки по преступлениям совершенными несовершеннолетними за первый квартал 2021 года показывает, что на территории города Петропавловска наблюдается рост преступлений, совершенными несовершеннолетними. С пяти фактов в марте месяце 2021 года, по сравнению на три факта за аналогичный период 2020 года. При этом три совершенных преступления являются переходящими с прошлого года. По видам совершенных преступлений совершено две кражи, два хулиганства, одна незаконная переработка приобретения, хранения, перевозка с целью сбыта наркотических веществ. Что касается преступлений, совершенных в отношении подростков, то они выросли на 150 процентов с восьми фактов в 2020 году до 12 фактов в текущем году. Среди них доведение до самоубийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, насильственные действия сексуального характера. С целью профилактики преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними инспекторами ювенальной полиции в городе Петропавловск, на ежедневной основе проводятся рейдовые мероприятия по городу Петропавловск, по развлекательным заведениям, по местам торговли спиртными и табачными изделиями. Основной причиной проблемной ситуации полицейские называют ослабление института семьи, отсутствие воспитания морали и нравственности, сомнительный круг общения, неблагополучие родителей, безнадзорность и беспризорность. Елена Горбань, Юрий Скаков, Служба новостей. Два крупных факта взяточничества раскрыты антикоррупционной службой. Сотрудник Центра занятости населения Петропавловска подозревается в систематическом получении денежных средств за предоставление коммунального жилья из жилищного фонда, находящегося на балансе организации. Стоит сказать, что арендное жилье предоставляется в рамках программы ЕМБЕК. Сотрудник, воспользовавшись возложенной на него задачей по реализации данной программы, действовал через двух подельников. Им была отведена роль в поиске нуждающихся в жилье людей. Сумма взяток варьировалась от 550 до 800 тысяч тенге в отношении лиц санкционированной мерой пресечения содержания под стражей сроком на два месяца. Также во взяточничестве подозреваются сотрудники батальона патрульной полиции и управления полицией города Петропавловска. Они подозреваются в получении взятки в виде денежных средств в размере 300 тысяч тенге от водителя транспортного средства за непривлечение к административной ответственности. Ведется досудебное расследование. Хочется отмечить, что данный факт стал одним из примеров реагирования антикоррупционной службы на обращение неравнодушных сознательных граждан по фактам незаконных действий со стороны должностных лиц. И о погоде. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в первой декаде апреля повысится. Днем ожидается от 5 до 10 градусов тепла, а ночью до плюс 5. В первой декаде месяца ожидается гололед, который сменит дожди. Количество осадков превысит норму. Возможен туман в середине месяца. Во второй декаде предполагается повышение температуры воздуха ночью до 1-6 тепла, днем до 13-18 тепла, на севере области 8 тепла. Затем ожидается понижение температуры воздуха ночью до 2-7 мороза, днем до 3-8, на юге области 11 тепла. В конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха. В третьей декаде предполагается колебание температуры воздуха ночью от 4-9 тепла до 3 мороза 2 тепла. Днем от 18-23 на севере области 15 тепла до 11-16 тепла. В самом конце декады ожидается понижение температуры воздуха ночью. До 1 мороза 4 тепла, днем до 13-18 на севере области 10 тепла. Читающий автобус под таким названием прошла акция, посвященная Международному дню детской книги. Это отличная возможность для тех, кто скучает в пути. Сказочные персонажи проводили викторины и дарили книги пассажирам. Областная детско-юношеская библиотека имени Габита Мусрепова начала свой путь по маршруту номер 7. Ежегодно 2 апреля в день рождения известного сказочника издания Ганса Христиана Андерсона весь мир отмечает Международный день детской книги. Его празднование установлено в 1967 году. А еще до возникновения официального праздника в Москве в 1943 году писатель Лев Кассиль организовал первый праздник и называл его книжкиные именины. Сегодня мы проводим акцию «Читающий автобус». В рамках акции у нас запланирована раздача детских книг. Нашими сотрудниками, переодетых в литературных героев, мы будем проводить викторины, загадки загадывать. Будем раздавать брошюры о местонахождении нашей детской библиотеки, как пройти в детскую библиотеку. Будут раздаваться книги по финансовой грамотности, именно детские книги, сказки, журналы. В этот день организаторы мероприятия с особым энтузиазмом подчеркивают, что необходимо с малых лет читать хорошие книги. Таким образом, областная детская юношеская библиотека имени Габита Мусрепова организовала акцию «Читающий автобус». В ее рамках сотрудники проводили викторины и дарили книги юным читателям. Я буду читать книги, конечно. Мой любимый жанр – это фантастика, современная фантастика. В рамках акции планируется раздать около ста книг на двух языках. Айман Кузимбаева, Реймбек Бегужаев, Служба новостей. В Петропавловске стартовал турнир по Хазак-Крюесе на кубок председателя правления ректора Кузимбаев-Юниверсити. Впервые соревнования проходят на республиканском уровне. Кроме петропавловских борцов, участие в чемпионате принимают спортсмены из пяти городов. На открытии турнира побывала наша съемочная группа. На республиканском уровне турнир такого масштаба в Североказахстанском университете проводится впервые. Участие в нем принимают спортсмены из шести городов Казахстана – Петропавловск, Кашемкента, Кокшетау, Караганды и Семея. Это около 80 борцов. Между собой они будут состязаться в девяти весовых категориях. Уровень соревнований у нас очень высокого, потому что у нас это на республиканском уровне. Приехали гости с Караганды, представители. С Астаны пришли представители ассоциации спорта. Наши ветераны пришли смотреть, поэтому уровень очень хороший. У нас девять весовых категорий. По весовым категориям они будут выступать. У нас команда, в общем, 80 спортсменов у нас. Спортивный клуб «Закар» из Караганды на турнире представляют четыре борца. Один из них уже завоевал серебряную медаль. Этот турнир всегда начинается в начале года. И он желаем для всех спортсменов дает старт на этот год. Но вот в том году не было, потому что вы все знаете, помешало. А в этом году мы с радостью соскучились уже. Год даже больше не воролись. Мы приехали. Одним из первых на ковер вышел представитель спортивного клуба «Кызылжар Орландаре» Бекхан Калиаскаров. Нашему земляку противостоял спортсмен из города Шимкент. Поединок выдался напряженным. Соперник был сложным. В конце мне удалось переломить ход поединка. Турнир проходит на высоком уровне. Я благодарен организаторам. По итогам турнира команда «Чемпион» получит 300 тысяч тенге. Кроме того, все призеры будут награждены почетными грамотами и медалями. А победителям весовых категорий вручат сертификаты на сумму 50 тысяч тенге. Тирилл Потемкин, Юрий Искаков. Служба новостей. В преддверии первого домашнего поединка казахстанской премьер-лиги футболисты клуба «Кызылжар» приступили к тренировкам. По словам главного тренера, все 24 игрока команды находятся в форме и готовы к предстоящему состязанию. К слову, в прошлом туре наши земляки на выезде заработали одно очко, сыграв нулевую ничью с футболистами из города Тарас. Следующую встречу 5 апреля подопечные Андрея Карповича проведут на родном стадионе против карагандинского «Шахтера». Начало встречи в 15.00 часов. Ребята горят большим желанием порадовать болельщиков. Первый домашний матч, своего рода открытие этого сезона дома. Поэтому очень ждем с нетерпением эту игру. Конечно же, настраиваемся на положительный результат. Уверен, что команда сделает все возможное, чтобы добиться положительного результата. Ну что ж, на сегодня все. Я желаю вам хороших выходных и пусть добрых новостей будет еще больше. До встречи в эфире. Продолжение следует...